Конец мая традиционно для всех школьников и их родителей период непростой. Последний звонок ставит точку в учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. Но все это позади. 26 мая на торжественную линейку с цветами в руках в школе-сад имени Сильвии Морозовой собираются ребята, родители их преподаватели. Нарядные мальчишки и девчонки с искренними улыбками и звонким смехом вмиг заполнили площадку. Концертная программа из года в год удивляет новыми постановками. И на этот раз малышам тоже было что показать, а выпускники четвертых классов исполнили танцевальную композицию. Последний звонок – это еще и хорошая возможность подвести итоги насыщенного учебного года. И в школе сад есть чем гордиться. А как отметила Елена Стрезева, показатель качества обучения здесь самую высокий по сравнению с другими школами города. Ребята традиционно принимают участие в олимпиадах и конкурсах и занимают первые призовые места, за что их и отметили грамотами. Запрошаются наши призеры олимпиад. Бадюк Алина. Первое место из украинской мовы. Станковая Велина. Первое место из математики. Слова поздравлений в этот праздничный день звучали из уст Елены Стрезевой, депутата городского совета Олега Крамара. От имени всех родителей благодарность преподавателям выразила Наталья Цуркан. Ведь на протяжении многих лет педагоги вкладывали в малышей свои силы, талант и любовь. Хочу выразить огромную благодарность нашим учителям и всему дружному коллективу нашей школы за то, что на протяжении 4 лет вы заботились, воспитывали и учили наших деток, раскрывали каждого ученика как личность. Вы большие умнички, спасибо вам большое. А деткам хочу пожелать успехов в дальнейшей учебе, побольше сил, терпения, доброты от окружающих. Мы вас очень любим и гордимся вами. В этом году стены школы-сад покидают 59 выпускников 4-х классов. В торжественной обстановке их провожали, согласно давней традиции, которой следовало не одно поколение керманцев. Музыка Свято останнього дзвонка, ви знаєте, настільки переповнюють почуття, эмоції, але ви знаєте, перш за все відчуваємо почуття гордості. Почуття гордості за наш заклад, за наших дітей, які показують ось такі високі показники, за наших педагогів, яких не вгасає вогонь творчості, натхнення, за наших батьків, які нам також є помічниками. Ми тісно з ними співпрацюємо і завдяки такій стісній співпраці, співтворчості ми досягаємо таких високих результатів. В цей день хочеться побажати дітям перед усім добре відпочитися, набратися сил, батькам, вчителям здоров'я, мудрості, терпіння і всім нам миру в нашій рідній країні і миру в серці.